Маски, санитайзеры и социальная дистанция. Все эти меры в Брестском аэропорту неустанно соблюдаются как работниками, так и пассажирами. Поддерживая статус безопасности человек, который измеряет температуру каждого входящего и исключает возможность пропуска больного. Ведь очереди людей, которые торопятся пройти регистрацию на рейс в Брестском аэропорту, внушительные. Работники воздушной гавани отмечают, несмотря на все сложности, на данный момент идет полная загрузка самолетов. Свободные места могут быть только в том случае, если у человека положительный тест на коронавирус. На сегодняшний день полеты выполняются пока только в одну страну, но в два направления. Это в Египет, Хургада и Шарм-Аль-Шейх. В Шарм-Аль-Шейх добавился буквально несколько рейсов, три недели назад. В Сюззиму мы летали только на Хургадо. В дальнейшем у нас в конце мая планируется еще открытие рейса на Тунис, Энфиду и Турцию на Анталию. Летом мы еще планируем Болгарию обслуживать и, возможно, Албанию. Но это уже все зависит от наших туристических фирм. В нынешних реалиях один из главных документов, кроме паспорта и билета на рейс, которые необходимо взять с собой, результат теста. Туристические фирмы перед вылетом, а именно за три дня, организовывают сдачу для туристов теста на коронавирус, результаты которого они получают по факту приезда в аэропорт. Только с этим документом воздушное путешествие, которое доставит людей на отдых к теплым морям и палящему солнцу, станет возможным. А потому волнение перед вылетом у некоторых туристов вполне объяснимо. Все обо всем позаботился наш туроператор, тест-тур. Мы абсолютно были спокойны, собирали просто вещи. Конечно, были тревоги какие-то по поводу того, что тест пройдем, не пройдем, но фирма гарантировала возврат, страховку. Поэтому мы решились и ждем. Было легкое волнение, потому что никто не знал результаты этих тестов. И, конечно, когда мы получили результаты, стало гораздо проще, потому что бывает, что у кого-то тест положительный, или кто-то недавно переболел, в итоге летят либо не все, либо вообще никто не летит. Когда вещи и документы собраны, а процесс регистрации успешно пройден, приходит время для воздушного путешествия. Пожелаем туристам хорошего взлета и мягкой посадки, а также возвращения в здравие.